Девушки отдыхают Подходит к концу июля, но вздыхать раньше времени не стоит. Впереди еще целый месяц летнего тепла, да и вообще деревенька программа всесезонная. Перед приходом на дойку сшитывает, есть антенны, сшитывают шипы на компьютер. Современные технологии, которые заботятся о буренках, как родные, активно внедряют в хозяйство. 1,2 метра и 12 килограмм. Сом с большим вкусом и не только. Таков у лоббард-рыбалки 2013. В принципе-то есть генератор, который работает на бензине, но это тоже накладно. 5 литров генератора на 7 часов максимум. Лампочка Ильича им не светит. План электрификации дачного поселка остался на бумаге. На Могилевщине делают все необходимое, чтобы не допустить на территорию области вирус африканской чумы свиней. Свиноводческие комплексы приняли усиленные меры по биологической защите. Ветеринарные службы работают с населением. Деревенька узнавала о профилактических работах в Шкловском районе. На комплексе хозяйства Александрийская 26 тысяч свиней. Посторонний здесь не пройдет меры предосторожности. Транспорт попадает на территорию через деск-барьер, работники через санк-пропускник. Свинокомплекс работает в закрытом режиме. То есть человек доставляется на работу, он проходит через турникет, через деск-коврик. Он принимает душ, переодевается в рабочую одежду. И только тогда он сможет попасть на территорию свинокомплекса. Обеды привозят сразу на комплекс, чтобы люди не занесли вирус чумы с домашней едой. Кроме того, ни один из работников Александрийского не имеет права держать свиней в личном подворье. Это предусмотрено трудовым договором. Охраной одних животных, которые тоже могут быть разносчиками заболевания, служат забор и система видеонаблюдения. У нас, как вы видите, забор. На территорию комплекса они попасть не могут. И у сторожа есть винтовка, с помощью которой он отпугивает. Но это не охотничье ружье, это обыкновенная воздушка. Закрытый режим для крупных комплексов привычен. С небольшими другое дело. На сегодняшний день у нас планируется оставить только лишь три свиноморческих объекта. Это ООО Александрийское, это ЗАО МКОДОРШКО и ЗАО НИВА. Население тоже подстраховывается. Из живности в хозяйстве Веры Сильченко из деревни Городище остались только утки. Упитанные пятачки в сарае больше не хрюкают. Мы держали 14 головок на столе. Ну, в связи с этим, с такой обстановкой пришлось, чтобы с работы не уходить, направо-налево раздали. Что продали, что реализовали, что забили для себя. Ну, а если вы не готовы избавиться от поросенка, нужно принимать меры безопасности. На сегодняшний день очень важно понимать то, что от человека зависит, заболеет поросенок или не заболеет. То есть, если он будет покупать комбикорма нашего белорусского производства, которые есть гарантия, как они выпущены и что это нормальный комбикорм, значит, соответственно, вероятность того, что его поросенок заболеет, довольно низкая. К слову, Александрийское стало изготавливать больше комбикорма, чтобы хватило не только себе, но и людям. Итак, факторов африканской чумы в свиней в Могилевской области, к счастью, не выявлено. Но для профилактики идет отстрел дикого кабана и обследование частных подворий. О других новостях расскажет наша постоянная рубрика «Аграгит». Уборочная кампания на Могилевщине идет полным ходом. Дождливая погода, которая немного задержала работу, осталась прошлым. Но в обл. сельхозпроди утверждают, нужные темпы будут выдержаны. На 30 июля убрано 24% площадей зерновых. На Молот составил около 300 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность на данный момент 37,1 центнера с гектара. Все, что собрано в лесу, подлежит обязательному радиационному контролю. В этом сезоне превышение допустимого содержания радиоцезия обнаружено в образцах грибов и ягод, собранных в лесах Быховского, Могилевского, Кличевского, Белынического, Чаовского и Осиповического районов. Причем наиболее подвержены накоплению радиационных веществ черника и брусника. В августе на Могилевщине пройдет 11-й республиканский экологический форум. Переходящее знамя ежегодного мероприятия было передано из Мелодична в Бобруск. На Могилевщине многое делается по охране окружающей среды и есть что показать гостям. Применяются самые прогрессивные технологии по очистке источных вод, по выработке альтернативной энергетики. На 15% увеличились надуи на молочно-товарной ферме «Храпы» Круглянского района. Здесь используют систему до корма. Ее эффективность в хозяйстве уже оценили. Коровы стали давать больше молока. В среднем от 20,5 до 23 литров. В хозяйстве считают все дело в новой системе до корма, которая начала работать не так давно. Трижды в день буренки приходят в цех по заготовке молока, где каждая из них получает добавку в рацион питания. Перед приходом надойку считывают, есть антенны, считывают чипы на компьютер. Исходя из этого уже выдаются концентраты. Выдаются, исходя из молока, от надуя молока. Чем больше надуя молока, тем больше выдаётся комбикорма. Усовершенствование стоит недёшево – 820 миллионов рублей. Но деньги обязательно вернутся. Сейчас здесь доят чуть больше 100 коров. В ближайшее время их количество увеличится до 576 голов. Только благодаря системе до корма в месяц хозяйство сможет заработать более 100 миллионов рублей. 20 лет без света живут дачники в садовом товариществе Серебрянка-Будовля, что недалеко от деревни Вендрыш под Могилёвом. Когда участки выделялись, электрификация, конечно, значилась в планах. Но планы так и остались на бумаге. 259 земельных участков. Здесь, в дачный сезон, живут и трудятся рабочие заводы «Электродвигатель». О том, что лампочка Ильича – роскошь для дачников, недоступная, на родном предприятии знают, но помочь не могут. Ситуация руководству предприятия – это известно. Но, к сожалению, на сегодняшний день, учитывая где-то экономическую ситуацию на заводе, оказать спонсорскую помощь, а данное мероприятие можно провести только в таких рамках, мы просто-напросто не можем законодательно. Дачники, заложники ситуации говорят, можно было и раньше этот вопрос решить. Но всё почему-то оставалось в обещаниях и гарантиях исключительно на бумаге. Были составлены и технические условия, и смена смета на заводе. И вроде бы на бумаге как бы выделены были средства 50% оплатить электрификацию наших участков. Но так и всё осталось только на бумаге. Теперь вот и вовсе сложилась ситуация. Родной завод помочь хочет, но не может. Год назад в дачный посёлок приезжали энергетики и подсчитали. 600 миллионов рублей необходимо, чтобы провести свет в каждый дом. Садоводы-любители в ответ даже готовы часть расходов взять на себя. Мы везде пишем, во всех документах мы писали о том, что разводку и трансформатор мы за собственные средства. Мы просим только провести нам за какие-то, ну, как сказать, помощь в проведении высоковольтной линии. Но пока... В принципе-то есть генератор, который работает на бензине, но это тоже накладно. Если бы был стационарный свет, было бы, конечно, намного легче. Как дорого всё там будет. Ну, вот литр 92-го бензина 7400 сейчас. Его хватает на сколько? Ну, 5 литров генератора на 7 часов максимум. Вот и получается, что от безысходности вынуждены пользоваться дорогим удовольствием. И продолжать надеяться, что завод всё-таки найдёт способ сдержать своё слово. Древняя икона Божьей Матери в Баркалабовское вернётся в Быхов, но только временно. В преддверии дня письменности её перенесут в Свято-Троицкую церковь, где святыня хранилась долгое время. Яблоку негде упасть. Небольшая церковушка Свято-Вознесенского женского монастыря деревни Баркалабово не смогла вместить всех желающих поклониться иконе Божьей Матери Баркалабовское. На литургию в честь святыни прибыли сотни верующих не только из Беларуси, но и из России. Может кто-то увидеть в этом плохую погоду, дождь. Это же благодать какая. Тихий дождик, тепло, ветра нет. И всё тихо, спокойно и радость везде. Такой праздник. Это просто чудо. Матерь Божья нас всех как бы оберегает. Когда смотрим на эту икону, нам сразу иногда начинает хочется плакать, потому что такая чудотворная икона находится рядом с нами. И мы рады то, что мы можем видеть её. И не каждому дана такая возможность побыть рядом с такой иконой. Люди выстроились в очередь, чтобы поставить свечу, дотронуться до святыни. Большое чудо и радость, что образ Баркалабовской Божьей Матери, шедевр культуры 17-го столетия, сохранился. Пережив вместе с верующими, невзгоды трёх столетий икона вернулась на место своего появления в женский Свято-Вознесенский монастырь в деревне Баркалабова. Кстати, историческая ценность сохранилась до наших дней в первозданном виде. С теми же красками, что использовал неизвестный автор. Самый настоящий праздник развернулся в эти выходные на берегу Чегиринского водохранилища. Любители авторской песни и рыбной ловли клюнули на предложение организаторов фестиваля «Барт-рыбалка». Лучше один раз это увидеть, чем сто раз услышать. Солнце, воздух, песни под гитару и рыбалка. Даже обещанные ливни обошли праздник стороной. Так что участники рыболовных соревнований забросили удочки по утру и стали ждать. Самым удачливым оказался Станислав Сущинский. Он высунул сома на 12 кг. Местный барсик, которого уже вдоволь, но угощали уклейкой и бычками, даже растерялся от такого кошачьего счастья. Я занимаюсь давно сомами. Практикую уже лет пять и рыбаршу только практикую сомом. Ну и вот это не самая большая рыба у меня. Было на 46 кг, на 37 кг. Ну и какая же рыбалка до безушицы. Организаторы праздника замахнулись ни много ни мало на мировой рекорд. Недавно в Вологде сварили три тонны ухи. На Чигиринке в этом году приготовили на 300 кг больше. Здесь около двух с половиной тонн воды и около тонны рыбы очищенной. Вот она, ушица из книги рекордов Гиннеса. Сегодня сварили на Чигиринском водохранилище. В этом чане 3300 литров. Ну, наверное, мы столько не съедим. Ну, если нам помогут. Хотя... Очередь за ухой стояла весь день. Хватило на всех. Я думаю, что эта уха всем понравилась. В том числе и нам она. Мы уже второй раз как бы рыбку покушали. Сейчас мы уже попробуем ухи. Оценим. Оценим. Я думаю, что это очень здоровая пища. И как бы всем она пойдет. Мастера поработали, постарались. Праздник, мне кажется, удался. Праздник рыбалки – это ухо. Кулинарное шоу продолжилось, но уже в рамках третьего открытого чемпионата Беларуси по приготовлению ухи. Творческая защита команды искрила юмором. Для любителей легкого пара работали мобильные баньки. Даже такая. С сухим веничным массажем и фитотерапией. Непривычно, конечно, но для здоровья весьма полезно. Замечательно. Впервые я такое получил. Где-то уже 78-го года я сам в этой теме, будучи студентом. Поехал в Москву, там всего набрался. Туризм, бани. Но вот это вот впервые. Потому что я вот услышал, попросил друзей. Коля, покажи, что это за оно. Улет. А вот гостеприимные баховчанки приглашали в русскую баньку. Тушь, что с веничком и кваском. Галиласка, нашу баню, кваску, пробуйте рыбку, венички по парам, тушку сдадим. В павильон Центра нетрадиционных методов оздоровления Сергея Копралова из Киева постоянно стояла очередь. А все потому, что из-под умелых рук профессиональных массажистов подуставшие участники бар-рыбалки выходили как новенькие. И очень быстро, быстрее, жестче. Жестче, еще быстрее. И держите. Глазки начинают открываться, пошло раздавение. Первый раз появилась улыбка. А он только что сказал, что я нашел сигнал на секунду. И все время над Чигиринкой звучали великолепные гитарные аккорды. Многочисленные концерты и конкурс авторской песни «Гитара по кругу» для всех, кто любит бардовский жанр. Победителем конкурса стал исполнитель из Санкт-Петербурга Кирилл Божев. В празднике приняли участие свыше двух тысяч человек из четырех стран – Беларуси, России, Украины и Латвии. Его организаторы уверены, следующее – пятая бар-рыбалка – станет еще более интересной и масштабной. Что ж, не хлебом единым живет в эти дни село. В деревне Мышковичи, что под Кировском, вот уже четыре года работает. А самое главное – творит местная молодежь. Днем, как и полагается, трудится в поле, а вот вечером в местном Доме культуры оттачивают свое хореографическое мастерство. А оно у коллектива с названием «Вера» есть. Ребят можно поздравить. Недавно строго областной жюри наделило их правом называться «Образцовый хореографический коллектив «Вера». Ребята больше часа удивлялись жюри своим мастерством. Конечно, очень приветствовались именно наши белорусские номера. Очень понравился номер «Куполинка». Это была премьера танца. Мы первый раз его танцевали на сцене. Молдавский танец первый раз танцевали. Ну, всем очень понравилось. Приезжала еще с колледжа, где я училась, Клавдия Ивановна Лукашевич. Спасибо ей большое. Приезжала поддержать меня в эту трудную минуту. Ну, в принципе, очень рады. Тяжело было очень, но все получилось. В итоге было вынесено решение о присуждении коллективу звания «Образцовый». Сейчас идет этап согласования. Пока документы ходят по разным инстанциям, «Вера» отправилась в Болгарию на международный фестиваль «Новая волна». Классикой и хип-хопом удивят старшеклассники. Младшие и взрослые остались в мышковичах, болеют на родине. Кстати, в коллективе почти полсотни ребят в возрасте от 4 до 27 лет. На международный уровень ребята вышли после 4 лет плодотворной работы на родной земле, где постоянно совершенствуются и находят новое. Из новых танцев молдавский очень нравится. Он сложный, быстрый и зажигательный. Что сложное? Техника сложная, движение. Синхронно это все должно быть. Отточить синхронность. Сегодня в мышковичах ни один праздник не проходит без веры. А однажды даже пробовались в телевизионном проекте. Участвовали в кастинге. Нас даже так отметили, заметили. Мы показывали танец с теляги. Понравился танец. Очень понравились костюмы. Наши ребята, мальчики, понравились. Семиченко Дима, Янин Сергей. Они сейчас один в армии. Скоро вернется. Вот так и живут мышковичек. Днем делами житейскими заняты, а вечером для души отдых себе находит и другим настроение дарит. Такой была прошедшая неделя в деревеньке. Вот чем хорошо лето? Тем, что оно всегда богато событиями. Всем желаю отличного настроения. С вами была Татьяна Ларина. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!